Всем привет, дорогие друзья! Это новая серия, и сейчас вы увидите первого соперника нашему Toyota Chaser, в котором ни много ни мало 1200 лошадиных сил. Мы покажем вам парковку, где богачи бросили свои супер крутые дорогие машины. Как они могли это сделать, я не понимаю. И, конечно же, познакомим вас с супер удивительным человеком, у которого огромное количество супер интересных машин. Поэтому присаживайтесь поудобнее и погнали! Главное в банке – это человечность. Модульбанк – первый банк для предпринимателей. Прямо сейчас мы переместились на подземный паркинг одного ЖК. Не будем говорить, где мы находимся на всякий случай в цели безопасности всех автомобилей, которые вы сейчас увидите. Но я нашел соперника нашему Toyota Chaser. Машина очень интересная, но не менее интересный владелец этого автомобиля, с которым мы познакомились совершенно случайно. Вова, заходи. Короче, это Володя, мы с ним познакомились очень вообще супер странным путем. Это было вот здесь вот на мойке у тебя возле дома. Я напомню так, на секундочку. Короче, я сидел в тачке, это было очень странно, потому что я сижу в супре своей. Вот, сижу, и подходит человечек, вот так вот, а у меня окно было открыто, он подходит, такой говорит, у меня, говорит, тоже супра есть. Не, я сказал, там бабушка твоего автомобиля на мойке, если хочешь посмотреть. Да, я такой, ну естественно, хочу посмотреть. И вот так вот совершенно случайное знакомство у нас произошло. Мы тихонько поболтали, буквально пару минут, вот, и разошлись. Все, и нафига-то обменялись телефонами, и полгода друг про друга вообще ничего не слышали. Вот, пока Володя не скинул видео своего гаража. И сказал, давай, что-нибудь там, что-нибудь... Заходи, посмотри. Заходи, посмотри. Я настолько обалдел от машин. Наверняка возникнет вопрос, чем Вова занимается. Я адвокат. Все очень просто. Адвокат. Но при этом, можно назвать заядлый автолюбитель? О, конечно. Заядлый автолюбитель. Вот, и у заядлого автолюбителя, и у очень хорошего адвоката есть кто? Правильно, помощник-племянник. Ген, вы тоже заходи. Потому что сейчас вот эти два человечка будут вам рассказывать про суперкрутые тачки, которые у них есть. Но есть еще один человек, который к нам сегодня присоединился. У нас тут вообще, видишь, просто какой-то фурор. Вот, знакомьтесь, это Дима, это сын Вовы. Вот, собственно говоря, мы сейчас такой компанией покажем вам то, что вы никогда не видели. Тот самый эстет, у которого не парковочное место, а супер-пупер парковочное место. Добро пожаловать, как говорится, в мир роскоши и комфорта получается. Первое, что бросается в глаза, это, ну, не просто, ну, типа два суперкрутых автомобиля, про которые мы сейчас расскажем. Но я вот первое, что хочу сказать здесь, это просто какой гараж у этого мужчинского мужчины. Просто посмотрите, о нем можно просто только мечтать. Потому что здесь, ну, раз машина влезает спокойно, два как бы. Супра здесь вообще живет, ее, ну, ремонтируют, постоянно там доделывают. Давай, короче, про гараж. Согласны, что это круто? Запомнили? Поехали. Итак, первая машина, с которой я познакомился, получается, слово, это вот, это вот, это супра. Супра, правильно, правильно, супра должна быть красного цвета. Поэтому, Вов, твоя любимая машина, рассказывай. С 30 лет я мечтал о супре. Мне было 10 лет, жил я тогда в городе Сургуте, это западная Сибирь. Кстати, праворукие машины очень ценились за счет того, что они не ломались и очень долго ездили. И в 93-м году я увидел этот автомобиль и обалдел, когда я шел в школу, она ехала черная, праворукая и с электронной панелью. Очень долго я хотел этот автомобиль, была возможность его купить, но не было того автомобиля, который я хотел, пока я не увидел вот эту машину. Когда я ее увидел, я не смог оторвать от нее глаз. Я был в гостях у своего товарища в другом городе, и меня задержал пристрой с витрожами к его дому. И мы зашли туда, там стоит кресло, и этот автомобиль. Не удержался. Не удержался. И он, спасибо ему большое, что он помог мне закрыть Моггешталь. Но вдруг автомобиль не продавал, то есть вы как бы его намекнули, что готовы рассмотреть к покупке его? Не просто намекнул. Я был очень убедителен, а он очень дружелюбен. В целом у Володи огромное количество автомобилей. Если ты тоже хочешь приобрести автомобиль, дорогой друг, иди на дром. Потому что на дроме купить тачку очень легко. Если вдруг ты неопытный пользователь, есть плашки, которые позволяют тебе понять, что ты абсолютно точно покупаешь автомобиль выгодный, и тебя не кинут. Например, заходим в приложение Dron, видим плашку от собственника. И я точно понимаю, что эту тачку продает собственник, и вероятность того, что тебя кинут, конечно же, становится в разы меньше. Меня не обмануть. Я знаю, правда. Плашка отличная цена, которая позволяет мне понять, что этот автомобиль действительно стоит этих денег, и я могу без опасений его купить. Понимаю, что я не переплатил сотни тысяч рублей за тачку, которая точно этого не стоит. Потому что искусственный интеллект Дрома анализирует вот эту всю информацию о рынке автомобилей и выдает эти плашки. В общем, дорогой друг, иди на Дром, ссылка находится закреплен на комментарии, покупайте автомобили безопасно. Супра, окей, поняли, любимая машина. Но у меня тут за спиной стоит еще одна тачка, и у нее почему-то очень интересное поступление есть на крыше. На 40-летие мне подарили этот автомобиль. Что это за машина? Это Линкольн. Я надеюсь, что все смотрели фильм Линкольн для адвоката с Мэти Маконофе. Я, кстати, не смотрел. Вот я смотрел. Марат, когда сказал, что не смотрел, вот... Марат, вот у меня такие вот, твои акции росли сегодня. Весь день. Только поэтому я согласился. Вот с твоей камерой. Только ради тебя. Нет, ну что ты, лупсик, нет. Я понял, я остановлюсь, я сегодня же вечером посмотрел. Обязательно, обязательно. Все, давай посмотрим его вместе. Давай посмотрим его вместе. Короче, есть фильм Линкольн для адвоката. И в этом фильме участвовал автомобиль именно этой марки. Единственный в России оставшийся Линкольн. Таункар, который не попилили в свое время на римузин и не сварили обратно. Ребята его выискивали, его еле-еле нашли в Воронеже. А это ты подарил, да, его? Да, да, это вот мой подарок адвокату на юбилей. Мэтью МакКонахи. Личная персона. На самом деле история прикольная, что типа Линкольн для адвоката. Вот у нас адвокат, вот у нас есть Линкольн, и картинка складывается. Да, но тут есть, конечно, вопросы к состоянию. К нему очень много вопросов. Да, но в любом случае, что Супр, что Линкольн как бы допиливают. Ребят, значит, это 86-й год. Да, door is open. Сейчас не видно, но у термометра есть подсветка. Короче, уникальный автомобиль, одним словом, но меня больше поражает, вот насколько в те времена как бы над машинами не стоять издевались, экспериментировали. Ты удивишься, что в багажнике помещается три человека? Я пошутил. Или нет? Очень большой багажник. Пока не верится. Ну, сюда можно и трех человек, мне кажется, положить. Нифига, ты видел, как он туда вглубь идет? Ну, да, да. Наклонись. Да, да, я видел. А почему это вот это, кстати, вот решение странное? Вот эта вот ступенька, подиум. Не нашего ума дела. Я считаю, что нам сейчас нужно сделать правильно, втроем лечь в этот багажник. Это прекрасная идея? Не-не, плохая идея. Нет-нет, воприк. Это плохая. Давай ты первый. Всю семейку в багажник. Ладно. Кен, давай. Сейчас багажник закроем, гараж будет наш. Не, ну пока вы не закроетесь. Мы не закроемся. Мы не закроемся. Вот, что, кстати? Все, вы можете не закрывать. Мы верим. Помимо любимой супры и линкольн для адвоката, в которой, как выяснилось, три человека, может поместиться в багажник. Есть еще одна техника, которая находится вот здесь, в углу. В первую очередь, это машина. С двигателем, которого здесь успешно нет. С выхлопом. С мотором мини. А что с двигателем случилось? Ну а не будем, а грустно. Давайте сразу обещал вам. С какие лет ты на картернге ездишь? С пяти лет. Мне десять. С пяти? С пяти. Я в пять лет, мне кажется, под себя ходил салфы еще. Не знаю, этот человек на картернге ездил. В Ильнограде, я знаю, трасса есть в Инферсановке, да? Ты там гоняешь. Сколько ты разгоняешься? Я разгоняюсь, честно, сто один. Сто один? Сто один. Километр в час? Километр в час. Ты десять лет? Мне десять лет. Я сто один километр в час, десять лет разгонялся только на автобусе, на Волгоградке, когда в сборки ехал. Или к Сеге. Слушай, тут просто гонщик растет, прямо на глазах, прямо на глазах. Мы сейчас чуть-чуть углубились в паркинг, потому что те две машины, это хорошо. Но у Вол в коллекции есть еще несколько крутых автомобилей. Но это тоже не конкурент нашим тачкам, поэтому прямо сейчас за спиной Марата стоит Мерседес, Брабус, внимание, Виана. Эта тачка новая стоила 250 тысяч евро. Вы готовы? Я сейчас как Эминем, Марат, ставь сразу на X2 на монтаже, и сейчас то, что я буду произносить, окей? Готов? Мерседес, Бен, Брабус, Дивителю, 40, эксклюзив, бизнес, Вен, мобайл, офис, 380,0, 30,0. Двигатель, тормозная система Брабус, ухлопная система Брабус, аэродинамический овец Брабус. Система, умный дом с пультом дистанционного управления. Wi-Fi для выхода в интернет с мобильных устройств МТС. полноценный компьютер Windows 7 без фраз и внимание, ребята, шреддер для бумаги меня в этой тачке интересуют всего 4 вещи, вещь номер 1 у 10 стоит камера с 36 кратным зумом и по размеру она практически такая же, на которую ты снимаешь сейчас все это, и на крыше стоят 2 огромные шишки которые обеспечивают эту тачку спутниковой связью, спутниковым телевидением спутником вообще всем чем угодно по сути доступ к спутнику у тебя здесь на тачке но по-настоящему этот автомобиль раскрывается тогда, когда ты заглядываешь на задний ряд этой тачки, потому что здесь салон стоит от 62 Maybach знаешь, типа вот эти вот показывают Maybach и всякие В-классы где ты вот этот столик достаешь и он у тебя еле держится вот так вот на ножках еле-еле, смотри нажимаешь кнопку и отсюда выезжает это как новогодний стол целый стол, понимаешь? и он не такой, не вот этот вот пробничек стола, да? он не болтается, он прям, ну, намертво стоит ну, то есть хороший, плотный, здоровенный стол помимо этого здесь и духи, которые от Maybach раскладываются, просто будь здоров и шторки у нас ездят с кнопочкой продемонстрируйте потом стол видишь, вот это вот снизу, я так понимаю это отсек для уничтоженной бумаги, да? мы берем вот так вот листочек в автомобиле шреддер, Карл теперь берешь вот эту штучку, открываешь вот, пожалуйста, шреддер в тачке, е-мое у шреддера это все классно ну, конечно же, есть что? правильно, холодос где все, всегда, все, что нужно присутствует у нас короче, я думаю, что вы поняли, что это супер потрясающий автомобиль но здесь есть броня B6 и вот эта перегородка а вот смотри, да, я ее подниму сейчас видишь, Маратик, какая толстая она, видишь, поднимается перегородка стол, если тебе так понравился я немножко про него расскажу это корейская береза, уникальное дерево если присмотреть рисунок как пекинская кожа леопарда похоже на леопард когда рассказывали про карельскую березу я почему-то представлял вот это белое, черное как на русской березе нет, это она и вот это же тоже получается, как карельская береза ну, это шпон а вот это дорого а вот это вот это шпон, по-моему и это штатная история с завода то есть это не какой-то там кастом на заказ это все, от май бы хожу с салоном, салоном все понятно все, карельская береза Супер круто, но сейчас вам покажу Еще не менее супер круто Вы слышите этот звук? Вот кто бы мог подумать, что в Mercedes Viana будет стоять 4 литровый Движок от Brambo Который эту тачку разгоняет 7 секунд до 100 7 секунд, Viana Mercedes Водители здесь тоже не обделили Когда ты сидишь в этой тачке, пожалуйста У тебя карбончик, потолок весь в алькантаре Вот в этом подлокотнике находятся Жесткие диски, которые Сохраняют записи все, что происходит Вокруг автомобиля А прямо сейчас начинается Еще одна интересная глава этого ролика Про этот подземный паркинг Где мы находимся, мы не скажем Что это за ЖК, мы также не скажем Просто чтобы с этими машинами В будущем ничего не случилось Если вдруг кто-то посмотрит ролики Кто захочет потрогать, еще что-то нет Мы не говорим, где мы находимся Но в чем прикол Здесь живут, давайте скажем честно Богачи И многие богачи по каким-то причинам Бросают свои машины И то, как они выглядят И то, какие они машины бросают Мы сейчас покажем Первая машина Вот это просто и такой накидки Кстати, говорят, что она приехала совсем недавно Но штукатурка от потолка отвалилась И вот она лежит уже просто на машине Скорее всего это, точнее я уверен, что это Porsche Panamera Пока ничего удивительного и сразу Вторая машина, которая стоит прямо напротив Которая слегка в пыли Говорят, что она тоже ездит Это вот такой вот SL V8 Компрессор И казалось бы, ничего уникального Для Москвы, для богачей Ну 55 SL типа окей Но так-то Во-первых, состояние машины Просто вот смотришь Ни одного скольчика Диски без бордюрки Прям вообще просто Действительно в хорошее состояние автомобиль Но это только цветочки Погнали за ягодками Бентли Фланекс Пур Который в пыли настолько Что просто Как можно бросить Бентли? Как можно бросить Выбросить просто Бентли? Ну такая машина стоит примерно вот столько И просто посмотри Какой огромный слой пыли И вот так вот, ребята, тоже делать нельзя Вот так вот пальцами Даже если вы хотите посмотреть Не надо этого дела Чтобы нам вовнутрь посмотреть Нужно всего лишь лампочку Поближе к лобовому стеклу поднести И я посмотрю У него вообще сидушки непросиженные Белый салон 221-й на 3-х Аннах Номера тоже, которые стоят очень дорого Причем в 199-м регионе Это старый московский регион И чем старее регион Который у тебя на номерах Чем меньше цифр Тем он дороже Вот самые ценные Конечно же, это 7-7, 9-7 Вот так вот Но 3 Анна Вот эти номера тоже очень дорогие Поверьте мне Думаю, тоже от 500 тысяч рублей Эти номера стоят Номера, не машины А давайте мы, короче, возьмем сейчас Вот все номера, которые мы увидим Мы просто их стоимость плюсуем И узнаем Сколько стоят номера этого паркинга У меня есть контакт человека Который занимается номерами Мы сейчас все эти номера запишем И отправлю ему И он скажет Примерную рыночную стоимость Всех этих номеров Я ставлю, что здесь 100 миллионов рублей Нет, давай не 100 50 миллионов рублей Мы сегодня точно найдем Обратите внимание на размер этой машины Я же спугался Знаете, что это? Это такая же MG-шка Как была у нас Несколько выпусков назад Просто я видел эту машину без чехла Она даже цвета такого же Такая же красная MG-шка Я выбираю технологичный банк Но вы уже знаете Модульбанк Первый банк для предпринимателей Надо пригласить Не трожь меня Машина на блатном номере На старом московском 001 Еще и первая буква интересная Но просто посмотрите Брошенный крузак Брошенный У него колеса Землю Вросливы Ничего Даже вот здесь вот И самое интересное Что из-за того, что это элитный ЖК Здесь никто не подворовывает Смотри, слышите У него тут какие-то вещи лежат Давно бы уже вынесли На любом районе Продали Ну тут камера Охрана Все вокруг него вплит То есть если где-то тут убирается То здесь просто Просто ужас Еще один интересный автомобиль Ходят слухи, что он может быть даже на продаже Если это он Но Сразу видно, какая машина есть У этого человечка Тоже по его номерам 0,63 Значит что-то 63 В человеке от мерседесов есть И от современных И от старых Просто храмулечка Храмулечки Все идеально ровно Салончик у него тоже такой прям Ай-яй-яй Но такая машина хранится Самое интересное, что Она действительно хранится В отличие от других брошенных машин Здесь легкий слой пыли Сразу две армянские тачки Я вообще не знаю, что это Ну понятно Здесь написано форму Вот эта машина вообще не известна Для меня какой-то экспонат Если кто-то знает Напишите в комментариях Но выглядят они просто по-сумасшедшему Это не Cadillac ли? Ну очень сильно похоже Это что-то на кубинском или что? Да Сота А слушай, это вообще не значок чайки Почему ты издали думаешь, что это значок чайки А это нет Я вообще-то думал, что по этому счету Короче, что это Cadillac Может скинуть в меня какашка Если это не так Но напишите в комментариях Вот знатоки объясняют в комментариях Что это за машина Под чехлом у нас Ferrari 488 я подозреваю Это Италия какая-нибудь 5,34 в идеальнейшем просто состоянии Машина, которая стоит еще дороже, наверное, чем M5 М3D-30 Вот таких машин вообще практически не осталось Вот эта машина на вес золота реально Даже для меня Я не учу обе BMW, но это супер крутая машина И тачка, которую однажды мы уже видели Это BMW Z1 Если нажать на кнопочку Дверь начинает уезжать вниз Она открывается не налево, не направо, не наверх А вниз Дорогие зрители, вот вам интерактив Перед вами автомобиль в чехле Попробуйте за 10 секунд по очертаниям понять Что это за тачка Те, кто угадал, поздравляю Это Ford Mustang Какого-нибудь года 69-го 68-го Вот такой То есть это прям тот самый Улдскульный, клевый Честно говоря, хочется его потрогать, конечно Но мы не будем этого делать А вот это, дорогие друзья То, что стоит за моей спиной Это пи***ц Это реально пи***ц У него помимо того, что номера полностью показывают Не будем ххх на двух семерочках Еще и зеркалочка с цифрками Но это брошенный S63 QBS Причем, чтобы вы понимали Стоимость этой машины примерно вот столько Вот столько и вот столько Это очень дорогая машина S63 купе Которые вот Вот такие машины Вы видеть в пыли Еще более странно И больно Когда ты понимаешь То, что это Действительно Машина, которая мечтала жить Катать богачей Знаешь, ездишь по тусовкам Я слышал, что есть опция С фарами Сваровски Я подозреваю, что это Вот эти камушки Они такие и есть Но вот эта машина Судя по опциям То, что еще внутри находится В салон заглянуть Это очень дорого Это пиздец, как дорого Вот здесь вот могу прокомментировать Две фразы Первая Бесконечное уважение человеку Кто хранит Вот этот Даймлер Он же Ягуар Вот так Насколько правильно Человек подошел К этому вопросу Поставил козликов Поставил машину на них У тебя подвесочка Всегда хорошо будет С колесами Всегда все хорошо будет Вот это я понимаю Правильно Хранение автомобиля Если ты на нем не ездишь Вот А еще у меня номера блатные Три семерки На московском регионе Неком И человек Наверное Работал в следственном комитете России Так сказать Стаканчик на утро У него всегда стоит Если вдруг Какие-то проблемы Ну как стаканчик Вот у него тут Еще хватит на вторую жизнь Чуть-чуть С такими номерами И с такой машиной А вот этот уголочек Он довольно интересный Потому что здесь стоит Самая красивая машина По моему мнению И самая некрасивая Встречайте Астон Мартин ДП9 Пожалуйста Хорошая машина Вот Если бы у них не было Вот культа Проводить их по страховым И зарабатывать на них Кучу денег Вот мне лично Визуально Эта машина Очень нравится И смесь Бульдожки С носорожкой Получаем Представляете себе 220 С-класс Который был переделан В хрен пойми Что Давай подетально Посмотрим Эмблема Газ То есть Ну я думаю Что пытались сделать Что-то Типа победы Там она должна быть Такая округлая Здоровая А тут она такая Типа Вот он Минимализм Мерседесов Пошел И вот это вот яйцо Вообще Ну вот это вот Полусфера Вообще очень странная Сзади Вот эти фонари Все узнают Из тысячи Гата Астан Андрес Здравствуйте Я лох Это я прочитал Если что Сейчас Да-да Кристина Лох Сердечко Короче Идите Ваши ручонки Пооторвать будут За такое Короче Прямо сейчас За моей спиной Стоит Феррари В углу На очень Серьезных номерах Настолько Серьезных Что даже Не хочу Подходить К этому Автомобилю И это Очень редкая Феррари Первый раз Когда тут гулял Я ее уже видел Ну вот Я ее Сфотографировал Товарищу Отправил Дублик говорит Ты что Она же Типа Это же Вообще Какая-то Супер Крутая Модная Машина Вот Я название Чтобы не Обмануть Вот сейчас На экране Почему я не хочу К ней подходить Потому что Прикиньте Тут отдельная Камера Которая стоит Именно на эту Феррари Итак На этой парковке В сумме Номеров Примерной Рыночной стоимости Вот на такую Цифру Если что Это очень много И здесь Учтена сумма Номеров Которая стоит До 100 тысяч рублей Типа там Где-то 20-30 50 тысяч рублей Ребят Вы сейчас Все увидели Напишите В комментариях Какой номер Из этих машин Вы бы хотели Себе Или вообще Какой номер Вы себе хотели Ну лучше Из этих Мы двигаемся дальше Еще один автомобиль Из Так сказать Личной коллекции Владимира И Геннадия Это Мерседес Та-дам Легендарный Легендарный Штатный Штатный Рекаро Такие Типа Просто Перешитые Заводские Рекаро Перешитые Как раз Врукландс Это все Перешивалось А, да Офигеть Посмотри Врукландс Тебе привет Передаем Посмотри Слышишь Какой салончик Вот эти все Кнопочки Регулировки Здесь все Вот это Все Как-то Функционирует Божечки Подожди Я правильно понимаю Что здесь Две памяти Сидения Есть Да, да Две памяти Сидения В каком году 92-й год Возможно Плюс-минус год 92-й год Автомобиль Две Памяти Сидения В тачке Салон Просто В восхитительном состоянии Но оно и понятно Машина Перешита Но все-таки Самое главное В этой машине Это конечно же Не салон Во-первых Это дерзкий Внешний вид Когда ты смотришь На вот эти Вот задние фонари Думаешь Реально волчок Реально тварь Реально Которая Прям Будь здоров Как долбит Но самое главное Это конечно же Что находится Под капотом У этого автомобиля Мало кто знает Но одна из первых машин У меня был 124-й мерседес Поэтому я уже Знаешь как родной Тут все Могу делать И Та-дам Машина Довольно давно Стояла Вот И сейчас Мы Делаем легкую Реанимацию Говорит Датчик Антифриза Разряд Вот Но я Как заядлый Любитель 124-х Мерседесов Знаю все Что здесь Происходит Где Я посекундно Распишу Кто Где И Когда Какой Датчик Этот За интерпризом У нас все в порядке Вот у него Расширительный бачок Вот Машина уже прогрета Так что все нормально Просто датчик не работает Нужно будет в будущем Поменять датчик Вот Мы доедем Да Абсолютно Точно без проблем Доедем Ну ты знаешь Что здесь можно Капот на 90 градусов Открыть Нет И вот теперь Капот открыт Видал да Сервисное положение Нормально да Вторая фишка Это машины Ну конечно Это трехзлочевая звезда На капоте Ну вот И Мало кто знает Трапец А дворник Устроен так Что он здесь один И причем Этот один дворник Он работает По очень интересному принципу Не вот так крутит А он поднимает Когда доходит Вот здесь Вот до крыши А он опускается Типа Вот такое движение Он делает Типа Чтоб крышу не задеть И один дворник Типа Все это устраняет И еще одна Из особенностей 124-х Мерседесов Это Конечно же Зеркало Его Обрати внимание Что с той стороны Зеркало у него Вытянутое А с этой стороны Оно квадратное И конечно же Супер технология 92-го года А то и ранее Это то что Только одно зеркало Да С электрорегулировкой Ну Это просто такие Типа Небольшие фишечки Это машины Но эта тачка Она очень хорошо Едет Даже на свои годы Она красива Словно болеет Она картина Чувствуешь себя Марат В супер легендарной тачке 92-го года Ну несмотря на то Что он стоял Просто давно Сейчас мы Чуть-чуть его Раскочегарим Вот Не я признаюсь честно У меня просто нету Вот этого Знаешь Какого-то Любви Вот к этим Машинам Вот к этому культу Вот к этому Ой тебе сейчас Комментарий Все объясняет Кузитизм Ну блин Я вот такой Ну вот Ну нет Она очень приятная Прям салу Прям очень крутой Прям свежий Вот эта вот сеточка Какая-то странная Не знаю Она выглядит круто Ну вот И знаешь что В старых машинах Всегда очень хорошо работает Печка Печка Она просто безотказная Все хорошо Знаешь что Газу меньше Давай Страна Советов У нас Точнее наоборот Газу больше Давай Чтобы у тебя Этот воздух Больше прошло Меньше Потом больше Ты сказал Что ты шаришь В этой теме Ты бля Провода есть Пу-пу-пу От айфона Сейчас прикурим От суда Точно Без проблем Доедем Вовремя Меняйте Свечки В автомобилях Особенно Когда они Потом Стоят Модульбанк Модульбанк Первый банк Для предпринимателей Ну вы поняли уже Что у Вовы У Гены Хороший вкус На машины У них Огромное количество Но Рядом со мной Стоит Чайзер Наш Чайзер Который дубасит Будь здоров И первый же соперник Который Оказался В наших руках Скажем так Мы посмотрим Что это получится Возможно Мы сейчас Глубоко Вы поняли Короче Дорогие друзья Автомобиль Видите Казалось бы Гелендваген Но в нем 1200 сил Здорово Давай Гена Рассказывай Настало Твое время Гена Итак Это Гат Моторс 1100 Плюс Силка Ребята Расточили Обычные 5.5 Которые Битурбо Расточили Его До 6.1 Хотя Все говорят Что это Невозможно Сделать Потому что Он и так Сверхтонкий Туда Сюда Мы Смогли Короче Все Все Сделали Все Хорошо Единственный Минус У них Бывает Вот эти Интеркулеры Поскольку Они Пустарные Они Все Сваривают Сами Они Иногда Разлетаются Под давлением Но У них Все Это Дело Есть Производят На Ешки Они Строят Бешеные Проекты Шикарные Можно Сказать Что Это Один Из Самых Геликов В мире 100% Потому что Даже Новые Браву Сроки 900 Они Не Пойдут Сколько Геликов Такие Настройки Разные Я просто Видел До этого Продавался Белый Тоже От Гатмотер А еще В Гелике Есть Какие-то Штуковины Интересные Салоны Вот Именно Вот Такая Вот В каком Она Сейчас Виде Она Единственная В мире Потому что Здесь Полностью Перешивали Салон Под него Переделывали Здесь Музыка В Геликах Вообще Здесь Стоят Усилки Гатмотер Они На Яхтах Специализируются Если Не покрыли Багажник И Ахтин Дерево А вес Это Именно Оригинальные Брагусовские Сертифицированные То есть Это Не Китайские Которые На Пятисотках Везде Стоят Вам Пора Уже От Слов Переходить К делу Сейчас Действительно Видите Очень сложно Судить Да У меня Пара За рта Идет Потому что Уже 2 градуса Тепла Асфальт Холодный И Все Эти Куча Лошадиных Сил Не позволят Нам Все Это Реализовать Давай Так Я думаю Что Сейчас Выиграет Тот У кого Резина Круче Пойдем Про Чайзер Расскажите Это Тойота Чайзер Это Тойота Чайзер Это 2GZ ГТ Вы Сами Все Видели Короче Те Кто Не Знает Что Это За Чайзер Ссылочка Где То Сейчас Сплала На Предыдущий Ролик Посмотрите Что Это За Автомобиль Потому Что Гелик Мы Сейчас Первой Жизни Видим Чайзер Многие Видели Повторяться Не Будем Проще Прошло Видос Мы Рассказываем Гонок У нас Не Было Еще Это Первый Гонок Первый Соперник Естественно Гонка Проходит На Специализированном Полигоне Никаких Ребят Не гоняйте В городе В городе Плохо У нас Специализированный Полигон Даже Дорожный Мастер Подъехал Видишь С мигалочкой Сейчас Он Все Это Встанет Сделаем И Будет Хороший Старт Ребят Не Гоняйте В городе Готов На Третий Сигнал Очень Страшно Чайзер Ты Че Делаешь Чайзер Ты Че Так Ну Кен У тебя Сложно С зацепом Насколько Я понимаю Да Он Пока На Каз Турбозатуп Происходит Ты Уже Улетаешь Давай Равняйся Равняйся Старт 60 Км Час И Сигнал 60 Км Час Реально Это Очень Быстрая Машина Вы Не Поймите Что Гелик Говно Какое Гелик Очень Быстрая Машина Но При Этом Чайзер Джей З С турбины Со своей 35 Пульсаром Хавает Его Просто Даже Давай Выход Давай Мы Стартанем Сделаем Старт Без Лонча Тогда Будет Чес Хорошо Потому Потому Что Мы Раздуваемся Начинаем Ехать Сделаем Сейчас Старт Без Лонча Встаем Давай Готов Давай Сейчас Без Лонча Гелик Стартанул Очень Хорошо Чайзер Стартанул Очень Хорошо Но Чайзер Все равно Как ни Крути Уезжает То есть В принципе Даже Сейчас Я Не Буксовал Мне Зацепа Хватает На Гелике Тоже Хорошая Резина Я Не Думаю Что Буксовал Мы Сейчас Ехали Домой Уже Типа Ну Собирались Финалить Как-то Эту Серию И Вот И На Дороге Выскочил Черный Зикер И Он Начал Себя Вести Очень Так Вызывающе Давайте Кому Типа Там Погоняемся Все же говорят Что против технологии Не попрешь Электричка Есть Электричка Я не спорю Что есть Мощнее Электрички Но Как бы Есть еще Мощнее Бензиновые Машины Но И это Видимо Говорит Само За себя Давай С места Чайзер С ног Поэтому Дорогие Друзья Уже Получается Не один А целых Два Соперничка Позади Поэтому Напишите В комментариях С кем Зарубиться Кому Бросить Вызов Это Была Первая Гонка Чайзера Пробная Не самая Лучшая Скажем Так Для всех Но Чайзер Показывает Что он Может Теперь Я думаю Многие Из вас Верят Что Действительно Очень Быстрая Машина Даже Не После Гелика А После Зикера Это Уже Прям Со Старта Электричку Натянуть Тоже Дорогого 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 Дорогого